Обещали за три недели, а уже прошло три с половиной месяца. Развалившийся мост в Джанкойском районе так и не начали восстанавливать. 22 мая этого года обрушился мост через реку Победное между селами Болотное и Заречное. В результате с десяток сел отрезано от Джанкоя, куда большинство местных ездило на работу. Летом там построили объездную дорогу, однако водители по ней отказываются ездить. Этот мост между Болотным и Заречным рухнул весной, а вместе с ним пропало и спокойствие местных жителей. Это была единственная дорога в Джанкой. Это мост жизни, можно сказать, потому что через этот мост и детей в школу, и детей в садик возят, и люди ездили на рынок, и на работу, потому что многие работают в городе. Ну, в общем, он очень важен для нас, этот мост. Спасатели движение перекрыли. Дорожная инспекция установила предупреждающие знаки, но люди все равно на свой страх и риск идут по упавшему мосту. А куда идти? Мне в школу за ребенком надо. Что я должна? Идти или по кругу. Куда идти, если никому не надо? С мая месяца никому не надо. Вот и идем. 1 июля здесь пришло собрание с участием Джанкойской районной администрации и руководством Министерства транспорта Крыма. Тогда замминистра Валентин Дукорский обещал быстро устранить проблему. Через три недели установить временный мост. Уже прошло после 1 июля два с половиной месяца. Почти. Почти. Никакого реверсного моста мы не видим. После совещания здесь появилась объездная. По моим сведениям, что дали на объездную дорогу 15 миллионов рублей. 15 миллионов. Ну, как ее строили, как вам сказать, лежали горы мусора бытового. Вот эта штукатурка, там все знаете, строительный мусор. Вот этот строительный мусор укатывали. Ни маршрутки, ни скорая, ни даже такси по этой дороге не едут. Недавно, где-то три дня тому назад, у нас загорелся дом. Пожарные приехали через 45 минут. Пока они объехали вот это все, мы звоним, 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 звоним. Они в пути, все в пути. Объездная не соответствует необходимым требованиям безопасности, заявили перевозчики. А по объездной там какая гармошка? Пыль. Вы представляете, там машины легковые пролетают, тут пыли будет, чтобы люди задохнутся здесь. Там же пыль. И до первого дождя. Хороший один дождик, все. Рейсовый автобус подвозит пассажиров с одной стороны моста, а на другой ждет еще один. Люди на перегонки, чтобы успеть занять места, бегут по упавшему мосту. Вот папушка идет, она дойдет, вот так стоять будет, мама. Сколько можно есть? Сейчас школьники будут зимой. А вот сейчас дождь пройдет, к нам ни один автобус, ни одна машина не приедет. Скорая доезжает до этого стороны моста, переправляет народ, больного человека тащит через этот пролом и грузит там. Это нормально? С палочками переходит этот пункт. Мост хоть и не через Керченский пролив, но его построить не могут, жалуются люди. 10 сентября сюда снова приезжал Дукорский. В этот раз замминистра назвал новый срок, 15 ноября. Чем сильно удивил людей. Проектно-сметная документация как бы полностью институтом, который непосредственно должен заниматься, я так поняла из разговора вчера, что она не готова. Что есть план изготовления проектно-сметной документации, но договор не заключен между институтом, который должен проектировать работы, восстановление моста или строительство нового моста. Пока что этого ничего нет. И денег нет. Как выяснилось, мост ничейный. Никто его не ремонтировал, а техника, в том числе и военная, по нему ходила регулярно. Вот он и рухнул. По счастливой случайности никто не пострадал. Сколько необходимо денег на его строительство, до сих пор неизвестно. В Зареченском сельсовете называют цифры от 50 до 70 миллионов рублей. Таких денег в местном бюджете нет. Поэтому пока занимаются тем, что разравнивают пыль по дороге и поливают ее водой. Эффективность такой работы сразу же видна на проезжающих машинах.